Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. Сегодня у меня в гостях на канале Карина. Всем большой привет, ребята! Я очень рада видеть вас на канале Лисы. Мы с Кариной сегодня снимаем совместное видео, и у этого видео будет целых две части. Сегодня вы смотрите часть первую на моем канале, логично. Завтра вы будете смотреть часть номер два на канале у Карины. Так, Карина, что мы сегодня с тобой будем обсуждать? Сегодня мы будем обсуждать неадекватных мастеров маникюрных салонов, или же неадекватные работы какие-то, они смешные, странные, необычные. Очень много всего есть такого сверхъестественного, что мы с Лисой отрыли вообще в интернете, и мы были в шоке. Короче, прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь на канал Карины. Тык. Подписывайтесь на мой канал, конечно же, тоже. Тык. И включайте в себя вдомления о публикации, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем. Погнали. Сейчас мы начнем с первой истории, и, скорее всего, она покажется вам какой-то достаточно лайтовый, но вы только вдумайтесь в то, что эта история может произойти с каждой. И, в общем, напишите ваше мнение, что вы об этом думаете. И, кстати, да, если с вами происходили тоже какие-то странные истории, связанные с маникюром, дайте об этом знать. Страна должна знать своих героев. Да, пишите в комментариях, будет очень интересно прочитать. И с названием салона. Да, да-да-да, обязательно. Потому что мы уже с Лисой и такие истории прочитали, и причем с одним и тем же салоном одинаковые криповые истории. Да, кстати, салон пальчики чаще всего фигурирует. Да, очень часто фигурирует в каких-то мерзких историях с неадекватными мастерами. Это, конечно, полный трэш. Я там не была, ничего сказать не могу, но реально большинство истории, которые присылают, это вот твоя история, помнишь, с тем маникюром, о котором ты шли, я там говорила, это именно в пальчиках было. Когда мне все ногти, да, да, когда мне все ногти просто испортили, под корень сломали, просто в переносном смысле, и кутикулы все просто довели до ужасного состояния, хотя ногти я свои отращивала очень долго, и потом мне пришлось очень долгое время наращивать ногти, потому что с короткими я, типа, не очень люблю ходить. Короче, пипец. Итак, давай история. Что там произошло? У меня подруга ходила в парикмахерскую делать маникюр. В интернете было написано, что стоит 450 рублей. Она пришла, ей подобрали мастера, она села на стул и начала говорить, какой маникюр ей нужно сделать. У мастера было такое лицо, как будто, ну, ей, мягко говоря, все равно. В итоге, через час или несколько часов мастер сделал вообще другой маникюр, абсолютно не тот, который подруга говорила. Потом подруга сказала, что это не тот маникюр, о котором она вообще, в принципе, говорила, и который она попросила сделать у этого мастера. А мастер ей отвечает, послушайте, как бы мягко выразиться, вы не очень красивы, и тот маникюр вам совершенно не подойдет. А тот, который я сделала, то, что надо. В итоге, был спор, подруга туда не ходила, и мастера уволили. Нормально, да? Ты пришел по своему вкусу заказать маникюр, который тебе понравился, он вам не подойдет, извините, типа, ну, это говно. Он вам нет, не ваш маникюр. Ты знаешь, я бы в эту историю не поверила, если бы не история с моими волосами, которая у меня произошла еще давно. В один момент я решила сделать блонд чуть-чуть потемнее, и я пришла, объяснила мастеру, сказала, что мне нужно просто сделать его чуть-чуть потемнее, вот прям буквально на полтона. В итоге, мне бахнули какой-то светло-коричневый цвет, и я спросила, what the fuck is this, собственно, что у меня на голове? И мне сказали, что тот оттенок, который я хотела, мне бы не подошел, поэтому мы бахнули вам вот это. Капец, зачем это нафиг? Нормально вообще, кстати, с многими такие ситуации происходят, когда мастера сами решают за своих клиентов, какой оттенок им больше подходит. Вот сколько раз я просила у своего мастера сделать мне, например, очень темный оттенок, но раза с третьего она поняла, что мне нужно делать что-то под черное. Она раньше, первый раз, я говорю, красьте краской черные волосы, она фиганула мне, давай вообще какие-то, я не фиганула, светло-коричневый, да, тон. Потом я говорю, в следующий раз, она говорит, ну не подойдет вам черный и так далее, это, короче, капец. И так же с маникюром очень часто происходит. Да, это пипец. Вообще, знаешь, когда она написала 450 рублей, я подумала, знаешь, что с ней случилось? Такая история, что на сайте маникюр стоил 450 рублей, она пришла, ей сказали 2000. Да, кстати, наверняка такие истории очень часто смотрят. У меня такое было очень много раз, очень. Или знаете, как мы недавно, короче, с Ильей Беловым ходили в торговый центр, и ему нужно было на его новый телефон наклеить стекло. Там, короче, такая акция написана, 250 рублей стекло поменять. Он подходит, говорит, типа, здравствуйте, мне нужно вот по акции поменять стекло. Они говорят, 3000. Акция это вообще, типа, на другие телефоны, на айфоны, какую-то херню написали, тупо для привлечения внимания. И знаете, в чем прикол? Он реально поставил стекло в этом магазине. За 3000. Да. И это реально привлекает внимание. А, кстати, многие реально так делают. Они пишут какую-то фигню, и когда ты говоришь, я хочу вот эту фигню, а вам говорят ее или нет в наличии, поэтому мы можем предложить вам фигню по нашему стандартному прайсу. Да, да, да. Или это действительно есть, но это какой-то такой гаджет, которого уже ни у кого нет, не знаю, типа, айфон один. Да, 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 туда стекло вот, туда 250 рублей. А все остальное, нет, не вам, не наше. Да, так что вот так вот. Обязательно расскажите, были ли с вами такие-то такие странные маникюрные истории. Будем ждать ваших историй в комментарии. А пока я предлагаю вам посмотреть на странный маникюр, потому что днища парад вам пришелся по вкусу, и я решила, что страна должна знать своих героев номер два. Да, что вообще происходит в сфере интернета, какие люди делают маникюры и многое другое. Это просто кошмар. Итак, сейчас, Карина, мы будем смотреть на этот зашкварный странный маникюр. И мы будем его оценивать по шкале от одного до десяти по степени днища маникюра. Вот, вы потом тоже напишите по списку, какой маникюр вы бы насколько оценили. Да, нам будет очень интересно прочитать ниже. Итак, Карина, видео номер один, смотрим. Ага. Угу, офигенное начало, я тебе скажу. Я даже представляю уже, что... Марлечка. Ага, потрясающая Марлечка, это... Боже мой, боже мой, ой, боже мой, нету слов. Типа, какой человек согласился делать вот такой маникюр? Причем тут это никак не показывает профессионализм мастера, это просто крик. Да, 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 это просто... Лол, просто, это уже выглядит дико. Это мерзко, ребята. Ну зачем продолжать? Боже мой. Мама. Господи, боже. Оу, 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 оу. Это очень противно, это очень херово. И, блин, это выглядит вообще ужасно. Хорошо, что они настоящей кровью машут. Оу, оу, оу. Сходила бы на Коте блогерское мероприятие с такими ноготочками? Я бы сходила. Кстати, да, сразу бы хайпанула. Да, да, да. Вы пошли бы точно выложили. Да, обязательно. Итак, Карина, насколько по шкале от 1 до 10 ты бы оценила данный маникюр? По жесткости 10 из 10. А по степени профессионализма мастера? 1 из 10, 0 из 10. Это вообще просто. Полностью присоединяюсь к данному мнению. Я тоже считаю, что мастерства здесь просто 0, а вот в степени 10. Да. Я извиняюсь, что немножко так прервала это видео. В общем, как вы знаете, с Кариной мы с ней топим за благотворительность. Мы уже были в приюте для котов, и вот в перспективе в ближайшее время мы идем в приют для собак. И в честь этого я бы хотела вам рассказать об одном сайте, который создал мой друг-программист. Я его знаю уже очень много лет. Короче, смысл этого сайта в том, что если вы не знаете породу собаки, ну вот знаете, бывает так, вот именно для этого случая он придумал свой сайт. Вы просто загружаете фотографию туда собачки, и вам предлагается несколько вариантов пород, какая эта порода скорее всего есть. Так, например, если вы нашли какую-то фотографию собаки, вы, например, в интернете, и вы не понимаете, что это за порода, не можете нормально прогуглить, вы просто заливаете на этот сайт, и он вам предлагает варианты. Ну или, например, вы увидели на улице какую-то собаку, или просто я не знаю, где вы там ее увидели, вы загружаете фотографию, и вам предлагают варианты. Это реально очень крутой сайт, я рекомендую вам просто сохранить его себе в закладке, зайти посмотреть, ну или кинуть вашим знакомым, который любит собак, потому что, ну это просто, знаете, такая вот суперполезная вещь а-ля Шазам только для собак. Если собака поместь, то он также предлагает вам несколько вариантов породы, которые могли быть, ну, гибридом вот этой вот собачки. Ну и, конечно же, нельзя обойтись без приколов, вы можете загрузить на этот сайт фотографию своей подружки, друга, или наоборот, кого вы не очень любите, и порофлить, потому что фотографию человека он тоже определит как породу какой-то собаки, так что, в принципе, предлагаю вам зайти на этот сайт, загрузить туда меня и написать мне, какой собакой я являюсь в поберсе этого сайта. Так что вот так вот. Ну да, и подписывайтесь на мой инстаграм и на инстаграм Карины, потому что скоро мы пойдем в привод для собачек, так что лучше бы вам наблюдать за всем этим, и мы, конечно же, будем делать stories. Ляа, просто ляа, что это? Ты понимаешь, они бы хотя бы красный цвет подобрали, а не розовый, если хотят сделать что-то более правдоподобное. Я даже не знаю, что сказать Это фигня, это реально настоящая фигня Тратить вот тампоны, я извиняюсь, на то, чтобы сделать такой мерзкий маникюр С учетом того, что если человек куда-то пойдет с этим маникюром, ничего хорошего о нем в принципе не подумают А если он попадет под дождь? Да-да-да, да-да-да, все, опа Красивый маникюр Нет, реально я понимаю креативный маникюр, когда делают на самом деле Но тут же никакого креатива нет Я не вижу в этом реально смысла никакого Это просто трэш Кстати, так можно отпугнуть самца Если у тебя есть какой-то самец, который тебя весит, ты просто приходишь на свидание с этим маникюром И как бы классно все ни было, его отпугиваешь О, господи Это будет офигенно Или говорит, дерзай за веревочку Дверь откроется, да, будет офигенно Капец Мерзко, короче, все Очень-очень мерзко Можно даже не продолжать, это выглядит отвратно Это просто вот тоже по жесткости 10 из 10 А степень 1 Даже тут 0, там хоть она что-то зарезала Просто реально, минус 5 Тут реально просто что-то отрезала, что-то наклеила розовую краску Нежели чем красную бы придумали, чтобы у тебя бы правдоподобно было Алиса Аааа, ужас какой Итак, Карина Это все как я люблю, давайте смотреть А, да-да-да, Алиса у нас любительница доширака, я бы, кстати, его съела сейчас Да, я бы тоже сожрала Блин Не ешьте Да, не ешьте, это вредно Ага Она клеит дошик на ногти Ага А потом, прикинь, сходила в горячую ванну и приняла И дошек жрешь Да, да, да Окей, она готовит доширак на ногтях Прекрасно, так Боже мой О, нет, 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 не говори Короче, просто сделали ногти И решили заварить доширак Нет, нет, нет Пожалуйста, пусть она это не жрет Пусть она это не жрет Тошнит, почему тошнит? Пять минут Капец, типа бред Опа, боже мой Кошмар Чем занимаются люди, ребят Объясните мне, пожалуйста Она жрет с ногтей Это мерзко Мне кажется, мы все с тобой будем оценивать Одинаково, 10 из 10 И то, что сделал мастер, просто минус миллион Что она сделала? Она просто наклеила сюда клеи Просто вот сюда клеечком приклеила Я не знаю, там доширак, это же бред Это ужас, я считаю, что мне жалко Было бы доширак на такой разбазаривать Согласна, я бы скушала, с радостью Эх, любите доширак? Я думаю, что да, все любят Обожаю доширак Доширак или роллтон, да О, вечный вопрос Или бигбон Роллтон, доширак, бигбон Ваш выбор, господа Ниже Пишите Карина, ты готова? Да, готова Давай Что в очередной раз мы увидим? Ну, почему бы и нет Опять все связано с едой Я опять опять проголодаюсь Сейчас Скоро я буду футблогером Прекрасно, да? Сходил в салон, просидел 3 часа Тебе сделали красивый маникюр А ты все сожрал за 2 секунды Черт, это кукуруза Это просто кукуруза Ну, кукуруза, она вкусная Она вкусная Да Желтые ногти красивые Да, да Смотри, какие аккуратные Но все портит эта кукуруза Поверх это просто ужасно выглядит Как будто какая-то непрофессиональная работа мастера, ребят Это просто какой-то трэш Как будто у нее прыщи Смотри, еще со всех сторон наносят Капец Боже мой Как початок кукурузы выглядит Да, да, да Жесть Ну, в принципе, это, знаешь, работа мастера неплохая Потому что, типа, он тут применит какие-то усилия Хотя бы что-то приклеить И креатив Да, покрыть ногти Кукуруза Ну, тут я не вижу ничего мерзкого Просто решили немного побаловаться Это просто жестко выглядит Да, идея маникюра Это вообще капец Наверное, 8 из 10 по жесткости И по работе мастера 5 из 10 Согласна Я бы тоже такую какую-то шкалу бы дала этому маникюру Потому что он, как бы, вроде с одной стороны фу Но с другой стороны, в принципе, норм Да Пока это выглядит красиво Ну, это, как сказать Новогодний маникюр Просто новогодний маникюр А как они сделали, что оно прям сияет? Что за... Наверное, что-то на маленьких батарейках Таких, знаешь, пальчиковых Ну-ка, давай смотреть Давай Так, это серый и серебряный лак у нас получается Красиво, кстати Очень, да, мило выглядит Очень красиво Да Вот я бы так сделала Да, вот так бы я тоже сделала Это прикольно О, и начинается самое криповое Самый капец Наращивает Круг Ага Лол Вот это жесть Это капец Это выглядит реально, типа Ага, она рисует А, она рисует А, типа, как светилось-то? Ну-ка, 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 ну-ка Ну, блин, это прикольная работа мастера Я тебе скажу Такой новогодний маникюр сделать Но ты будешь ходить, как ненормальный Как дебил какой-то Да-да-да А как она светится-то? Что-то она засунула туда Что она светит сюда? Самое интересное Наверное, какой-то, знаешь, гирлянд Ну, вот Ну, непонятно Что за бред? Непонятно Они не ответили А может, она просто положила руку на сияшку какую-то? Не может быть, нет? Она же просто висит, да, рука у нее? Да, просто висит Маникюр я поставлю 2 балла Из 10 по жесткости Потому что он не особо жесткий Да, он, типа, нормальный А по работе мастера 10 из 10 Да, 10 из 10 Очень хорошая работа Да, прикольно все сделано Главное, интересное и необычное Да, мне тоже понравилось Очень сильно Что ж, не забывайте написать в комментарии Какой маникюр вам показался самым странным И оценивайте его И я надеюсь, что это видео вам понравилось Карина тоже на это надеется Да Вот, ждите видео у нее на канале Да, на следующий день Да Что ж, всем спасибо за просмотр И всем пока-пока Пока-пока До новых встреч Пока Я увидела маникюр средств личной гигиены Маникюр насекомыми Нечистотами Я повидала много разного И тогда-то я поняла Что вы тоже должны прозреть И поэтому я возродила днище парад